Ну что, заканчиваем мы потихоньку тему ежа и сегодня наконец-таки доделываем его основной финальный вид. Но учитывая, что сейчас период новогодних праздников, много времени я у вас не займу и сделаю этот отчет максимально кратким. Ну а начнем мы с замка зажигания. С одной стороны он у меня есть, я его даже планировал ставить, но с другой стороны он мне на самом деле-то и нафиг не нужен, так как я уже неоднократно говорил, что мотоцикл делается максимально минималистичным, без лишних деталей. И после примерки я понял, что он здесь абсолютно ни к чему, поэтому от него я отказался. Но и отверстие под замок я не проигнорировал и просто использовал заглушку для труб. В результате получилось вполне аккуратно. Что касается передней фары, то здесь тоже пришлось немножко подумать, но финальную идею подсказали именно вы. Я думаю вы уже догадались, что это фара от моего Днепра и в последнем видео я говорил, что в связи с заменой передней вилки его внешний вид поменялся в худшую сторону. И эта фара здесь уже не актуальна, поэтому в скором времени его ждет небольшой рестайлинг, а так как пропадать добру у нас, ну, не принято, я решил позаимствовать эту фару на Иш. Тем более, что она сюда подходит как нельзя кстати. Но так как фару я хочу посадить немного глубже, пришлось переделать ее крепление. Конечно, сделать это не так сложно, просто нужно пару шайб, немного сварки, чуть-чуть болгарки и щепотка точила. В результате получилось два эксклюзивных крепления, которые я успешно установил на перья и поставил на них фару. И я вам скажу, что получилось весьма недурно. Фара идеально вписывается в винтажность мотоцикла и вполне подходит по задней стопаре. Кстати, эту фару в свое время я покупал на Алике, потому что купить у нас что-то интересное на мотоцикл за адекватные деньги очень непросто. Так что, если вам нужны интересные ништяки на ваш мотоцикл, советую заглянуть на Алик незамедлительно. Так как с 11 по 15 января стартует большая распродажа, но уже сейчас можно разогреться и собрать купоны для дополнительной экономии. А чтобы ваше удовольствие было еще дешевле, советую использовать кэшбэк от Letyshops, который с 11 по 13 число увеличивает кэшбэк в 3 раза, то есть аж до 15%. Однако количество активаций такого кэшбэка ограничено, а у вас есть несколько часов для совершения покупки. Так что ссылочка на Letyshops, конечно же, будет в описании. Ну а теперь я обращу ваше внимание на органы управления, и дело в том, что здесь тоже было над чем подумать, так как по мере сборки мотоцикла взгляды на некоторые вещи меняются, и так как задумывалось изначально, уже не котируется. Вообще, я планировал ставить вот такие китайские пульты вместе с курками, но как оказалось, такой вариант и ему подобные вообще не подходят под финальную сборку, и я в очередной раз застопорился. Но спустя некоторое время мозгового штурма, я вспомнил, что когда-то размутил раму от Явы в качестве донора для постройки рамы Днепра. Здесь есть крыло, здесь есть передняя вилка, здесь есть руль, есть эти самые, то что я на мальчике пообламывал, ручки тормоза сцепления, есть вон какой-то моднявый переключатель рулевой. И именно эти моднявые переключатели от Явы я в результате отрыл у себя в гараже, но самое главное это состояние хрома. Переключателям лет 40, а хром в идеале, и это не может не радовать. Поэтому я их разобрал, все вычистил, смазал шарнир, перепаковал провода и прикинул их на руль. Но так как жгут у этих пультов выходит сверху, что не очень красиво, я решил сделать в руле отверстие и пустить провода снизу, что чуть более аккуратно. С одной стороны тумблер на два положения будет исполнять роль глушилки мотоцикла, а с другой стороны тумблер на три положения будет выполнять роль включения-выключения света и переключения на ближний и дальний. Кстати, руль, как изначально и планировалось, я слегка укоротил одинаково с двух сторон и установил ручку газа с грипсами. Если изначально я думал, что хромированные переключатели на руле будут слишком выделяться, то после сборки в сочетании с креплением руля выглядит очень даже неплохо, особенно вживую. Ну, по крайней мере, это лучшее, что можно было придумать на данный момент. Также сразу накинул трос сцепления, так как к двигателю он уже был подключен, слегка подрегулировал и проверил на работоспособность. Ну, а дальше я занялся проводкой. И опять-таки сразу скажу, что делал я ее с нуля и с того, что было в гараже, поэтому на качество я не претендую, но в любом случае старался сделать все максимально аккуратно. Места, где видно провода, я упаковал в гофры, что как минимум дает защиту кабелю и эстетически аккуратный внешний вид. Ай, короче, с проводкой не вижу смысла останавливаться, так как уже не раз была затронута эта тема, тем более, что здесь зажигание от Минска и, соответственно, схема проводки применяется от Минска. А ее я знаю наизусть. Да, на самом деле здесь по факту и знать-то нечего. Все элементарно и просто, а учитывая, что многих элементов нету, все, что нужно было сделать, это связать в цепь задний стоп с жабкой на тормозе, вывести глушилку на один пульт и подключить задний фонарь с передней фарой через второй пульт. В результате получилось не то, чтобы идеально, но и не так и плохо. На самом деле, я видал и похуже. Проводка на видных местах в глаза не бросается, при этом все работает, как и задумывалось. А значит, задание выполнено успешно. Далее я вкрутил краник в бак и, наконец-таки, установил его на раму так, как положено. То же самое касается и сидения. Поставил и зафиксировал его на три болта снизу, после чего все это дело закроется защитной крышкой от грязи. Также подключил передний тормоз, но еще не регулировал. Займусь этим при первом выезде. Ну и накинул родную крышку генератора. Правда, здесь я, на самом деле, не уверен, что в результате так и останется. Что-то мне не особо нравится, как она выглядит. В остальном, Ишка Ферейсер можно считать готовым. Так, ребят, короче, мы закончили. У нас сейчас почти 12 часов. Выключается свет в гаражном кооперативе. У нас есть буквально один дубль, чтобы записать финалочку. Короче, я, на самом деле, конечно, обещал, что мотоцикл будет полностью готов. Но, на самом деле, блин, единственное, что я не успел и не могу сюда подобрать, это переднее крыло, сука. Что бы я ни лепил, оно сюда не встает. В остальном же, это все, блин, смотрится, то есть, это то, что я хотел. Минимализм, ну, реально, вот как нужно. Нигде ничего лишнего, проводочка. То есть, я все уложил так, чтобы этого всего не было видно. И это круто. Мотоцикл глушится с этой стороны, то есть, это переключалка. И дальний и ближний свет у меня с этой стороны. Ну, так получилось. Также еще момент, не успел, то, что я не успел сегодня поставить, это фильтр. Фильтр я, на самом деле, заказал. Он мне пришел, но пришел он буквально на днях. И пришло не то, что я заказывал. То есть, сам фильтр такой, но посадочное отверстие совсем не под наш карбюратор. Хотя я заказывал по размеру и, короче, просто-напросто не то прислали. Поэтому фильтр я сегодня тоже не поставил. В остальном же все стоит, все на месте. Единственное, номер нужно будет покрасить и настроить. Но, опять-таки, переднее крыло, это мы уже сделаем, буквально там минуту уделю времени, уже первый выезд. Но, чтобы сделать первый выезд, нужно дождаться нормальной погоды. Потому что у нас зима, зимы уже нынче, ну, не те пошли. Поэтому дождемся, чтобы было сухенько. Потому что выехать и в первый раз его засрать сразу, это не очень хорошо. Собственно, давайте сейчас я вам покажу, как работает свет. Так, мотоцикл работает. Свет есть. Покажи стоп. Стоп есть. То есть он загорается более ярко, когда нажимаешь на тормоз. Так, свет выключаем. Холостой ход. Нормально. И глушилка. Всё. Немножко надобил, потому что, фух, масла чуть больше в бензине сейчас. И на самом деле, учитывая то, какой он был, получилось, я вам скажу, в принципе, в принципе, весьма неплохо. У нас потух свет. Короче, спасибо, что смотрели. Свет у нас всё-таки потух. Так что будем мы идти домой. Всё, давайте. Всё, давайте.